Витаю спадарства. Вогули не хотел закорнать гэтую тему, але не вытрымал пройсти мима и записал. Тема смерти Навального. Я написал, что падох Максим, да и хрен с ним. Я чул хейт. Я хочу зараз растолмашить свою позицию. Чому у меня такое ставление? Ну, я рассеяться за людей не лечу. И хороший русский для меня он в пакете. Чому? Потому что в пакете он уже ничего кепского не сделает. А почему не люди? Потому что людьми они станут только тогда, когда останутся на своих болотах. У своей краине непоразумения. Где они сами не живут и іншим не дают. Ведайте, есть такой приклад, как Руслан Зинин. Это хлопец, которого хотели мобилизировать в России. И он пришел в военкомат и сказал, что в последнее ягодные слова, что хлопцы, мы худко все пойдем домой. И он пришел за брызом. И он застрелил военкома. Да, его схопили. Но он взмогался за волю. И воля просто так не дается. Тому, пока российцы не станут рызыковать своими житиями, своим здоровьем, подымающиеся у России, риторика не поменяется. Потому что вельми складаны расслумачить батькам забитого дитенка от российской ракеты, что есть некие хорошие русские, которые супраць войны. Вы поразили гэтага дьявла, вы зараз мауклива отсиджваетесь. Есть у вас макчымаць добаразьбы немая. Это не важно. Важно тое, что до вас ставлення. Вот такое будет зауседы, пока вы людьми не станете. Да, может быть страшно. Да, может быть простей съехать. А ле тады просто простей уже забыться на тое, шо калісті баў севіна собакай вывучыць мову країны ў якую паехал і жыць там. Вот. Я спадзіюся, маё ставлення заразумела, тому што мне не падобаецца риторыка. Расейцел, Юра, прости, а мы все просрали. Леша, прости, не уберегли. Нет. Толькі калі вы возьміцесь за зброю, будете здабываць свою волю, не будзіця перашкажаць сваім суседзям жыць. А гэта і две чечэнскія кампані, 2008-й Грузія, 14-й вайна на Донбасе, на тэраторыў Донбаса, анексія Крыма, 22-й полномасштабная вайна. Да хапае прэцэдзэнтов. Вось такое і ставлення. И оно не ўчора з'явілося ці сёння. Ну ось. Таму спадзіюся ўсё зразумела. Калі пачалі ўжо за каментары, то узгадаю яшчэ адзін момент важный. Был ролік, дзе ў Польшы беларуса трамал трындзюлей. Я ў каментарах пад ролікам напісал, на якой мове размавляў той беларус. Знов хейт, знов на якой мове хоча на той пусь і размавляе, там тудэма-сюдэма. Ну ось тут падкрасліваецца важнаць мовы. Мова гэта ідэнтычнаць. Са своёй росейской ты чамусь ці ў Расею не едзеш. Але тут ты сябе ідэнфіцыруеш як росеець. Чаму так? Для мене выход гэта размавляць сваею мовою. Альбо выучыць мову Украины, ў якой ты знаходзешся. Да, я не прымушаю. Насильна любім не будзеш. Тому гэта заклік пераходзіць на родную чалавечую мову. Забыцца на росейскую вогуля – нет, не отрымаецца. Гэта було такое пытання у мене так само, ну, ад хейтера. У нас не отрымаецца худка пераўсті. Ну, па перше, я ўжу казал, насильна любім не будзеш. Па другое – мы выховываліся на росейской. И гэта будзет долгий працэс перахода. Чаму гэта важна? Тому шта… Проста паглядзіцца, што адбываецца. Я, напрыклад, я не хочу, каб мене ідэнфіцыравалі з росейццем. Є ось моманты, яшча такі, да? Вось мне пішуць – «Як ты ставишся до русскомовных ЗСУ?» Росейская мова – гэта наша спадшана. Мы можам на ёй коммуніцыраваць. Але, калі ты глядзіш на військовага ЗСУ, ёон ўсім сваім выглядам паказывае свою пазіцію. У мене да ёго немае пытання. На якой мове ён размовляе? Тому шта ён робіць гэты свет частей і лепій. Тут і яшчэ такі момант. Я, калі спілкаваўся з ЗСУ, якія русскомовныя, яны піра тым, як размовляць, яны кажуць – «Выбачаюць, але мне росейскую зручнійше». Тобта, разумяецца, ён просто паказывае свою пазіцію. Тут можна тоя самая. Калі табе складаны перайсці ухудкім часся на чалавячую мову – любую. І ты размовляеш па росейску, то просто скажи – «Я супраць вайны». «Я, там, не ведаю…» «Ну, пакажи свою пазіцію». А просто ёсць ёсць русскомовныя, Літва, Немецчына, яны шчакаюць русский свет. Вы думаецца, країна не паразуменіўось, гэтае вар'яццва яну супыніцца ва Украіне? Нет. Там ў мова гэта вельмі важна. Як бы вы не хэйцелі, вы павініны просто гэта зразу мець. І тыя самая росейцы, да, вось якія з'ехалі. Просто забудьтеся, калі вы не будзіцца за свою волю, за свою націю, людьми звацца, то просто можыцца вывучыць мову країны, ў якую вы выехалі, і забыцца, шо калісті бэлі свин с сабакамі. Сподарцва, ў мене ўсё. До перамогі разам. Слава Україне! Жыве Беларусь!